Девушки отдыхают Здравствуйте! Сегодня я здесь, чтобы найти свою единственную и неповторимую. Я надеюсь, что она растопит мое сердце, а я в свою очередь сделаю ее самой счастливой на свете. Со мной сегодня мои друзья Анна и Николай. Мариан, 35 лет. 8 лет оплачивал возлюбленной учебу и ни в чем ей не отказывал. Он даже простил ей измену, а она его обобрала и лишила квартиры. Руководитель департамента снабжения в крупной производственной компании. Мечтает о своем доме на берегу моря и об обеспеченной старости. Гордится тем, что с успехом преодолевает жизненные трудности. Обещает приносить жене завтрак в постель. Предупреждает, что любит утренний секс. Мариан опасается истеричных и корыстных девушек. Его избранницей может стать красивая и мудрая женщина, которая не боится работы по дому. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы были уже у нас. Да. Сперва можно вам подарить цветочки, как... Конечно. ...с самым лучшим женщинам. Маша, ну как тебе, Мариан? Подожди, пока смотрю. Мариан, вы были у нас? Был. И вас не выбрала девушка, которая устала от путешествий, повидала в жизни многое, многих мужчин. Было обидно. Она ушла с итальянцем. Обидно было? Вам. Ну, не получилось. Даже хорошо, что она не пошла за ним. Ну, для нас точно да. А вы знаете, какое количество откликов на вас? Просто вы женщин как-то чем-то поразили, не могу понять. Действуете вы на них гипнотически? Не, ну, мне так же нравится. Такой милый, внимательный. А вот что я заметила по прошлой программе. Вы любите падших женщин. И те, кто не видели нашу программу, давайте мы напомним вашу историю. Познакомился с девушкой, но в первое время я не знал, что у нее ребенок. Просто одинокая девушка. Потом уже в итоге выяснилось, что у нее есть ребенок, который был сплавлен бабушке, чтобы решить свою личную жизнь. Нам скрывать нечего, Маша. Нам скрывать нечего. Наш ребенок взрослый с нами. А потом еще попозже вы узнали, сколько ей на самом деле лет. Ну, потом, да, попозже. Но я не стал отказываться. И что есть немножко муж. И, да, немножко мужа, которые между ними, причем, проблемы пришлось решать. Это вы тогда потеряли волосы-то, нет? Сватился, думаешь, о боже, за что? Нет? Да, вначале посидел, а потом начали выпадать. И стали жить вместе. Стали жить вместе, решил ее проблемы. Дочкой занимались. Дочка вас папой называла. Ребенок даже не знал, что я не родной отец. Представляете? Вот, я до 9 лет ее воспитывал. Она не знала до последнего, что я ее не родной отец. Вот. Далее образование. Что мешало, я и в прошлый раз говорила, так не бывает. Что мешало при такой безумной любви пойти и расписаться? Я был инициатором. Я собирался ей сделать, но были первостепенные проблемы, которые надо было решать. В первую очередь, это была проблема решения с жильем. Во-первых, у нее был раздел имущества между прошлым мужем. Я, как гусар, пришел, выплатил ему сумму, а ей сказал, забудь проблему. Больше нет. После этого образование стало у нее, карьера. То есть мы сюда переехали. Ну, любимый, ну что же вам мешало-то просто расписаться и все то же самое? Нет, подождите, просто расписаться это скучно. Надо было сделать праздник, это единственный праздник в жизни, к нему подойти к расстановке. Ну ладно, Гнать, сколько лет? А у меня-то не было. Сколько лет вы ждали этого праздника? Прожили с ним? Честно говоря, как-то все в душу, все прекрасно, время летело. Сколько лет пролетело? Девять. Девять лет. То есть вы хотели белого платья и накопить на свадьбу. Да, как будто бы. И поехать еще в романтическое путешествие. Взять с собой туда еще своих родителей. На Шри-Ланку. На Шри-Ланку, допустим. А я уже был там два раза. И вот, однажды. Вернувшись с командировки, я просто не попал домой. Дверь-то новая? Дверь новая, металлическая, не пробьешь. И вы думаете, может, я с ума сошел? Да, я. А там, как в анекдоте, знаете, ломлюсь туда, а сосед выходит и говорит, ты еще рогами постучись. Стас, как можно 9 лет прожить с человеком, потом просто дверь поменять. Очень бессердечно. А чья квартира-то была? Куда вы ломились-то? В свою квартиру. Только это вы бы там прописаны были? Нет, я не был там прописан. Какая же на вашу тогда? Я продал свою квартиру, которая мне досталась от бабушки. И вложились и купил вот эту вот трехкомнатную квартиру. Ну, а вы где прописаны-то были? На старой своей квартире. И вот она подождала, она же не дура сразу-то была уходить. Думает, ну раз не женится, что же мне уйти-то от него вот просто так, в накладе. Зачем? Я дождусь, пока мы сделаем квартиру свою. Но ведь она вам уже однажды наставляла рога, аж 10 дней ее не было. Вернулась вы ее, приняли без слов, упрекла. Ошибку сделал. Как оказалось, за два года до того, как сменили, скажем так, дверь, она вела переписку с юристами. Как меня кинуть? Молодец. Вообще. Классически. Вы с такой выживкой про это рассказываете? Неужели уже? Ну а что, убиваться? Я живу дальше. Зачем? Это я просто принял как опыт. Мариан, хотите сказать, что у вас что, Николани двора в Москве нет? Нет, сейчас у меня дорогая машина, и моя квартира еще строится. То есть я уже готовлюсь. А вот та старая, в которой вы были прописаны, она цела? Да, но она продана. Молодец. Считаю, так вот два раза упасть и в очередной раз подняться. С нуля просто подняться. А где вы живете-то? Снимаю. Ну а имеется в виду паспорт, какой адрес это у вас? Мой адрес не дома, не улица? Нет, у моих родственников прописан. А вы москвич, да? Да. Молодец. А ее из Мурманска привезли? Из Магадана. Из Магадана. Молодец. Уважаемые москвичи, вы по-прежнему ждете гостей столицы с распростертыми объятиями, прописываете, женитесь. Молодец, правильно? А почему бы и нет? А девушки из Магадана обижаются, когда москвичи на них не женятся. Ну обобщать не надо, есть же хорошие девушки. Конечно есть. Поэтому я с улыбкой это рассказываю, как опыт жизни. Скажите, а что в ней было такого необыкновенного, расскажите мне, что стоило ей прощать подлости, измены, просто не поддается описанию ее проступки. Ну это так же, как невозможно описать, что такое любовь. Что такое любовь? Это такие чувства, такие поступки, которые просто не подвергаются объяснению, анализу. Нет, для вас, по-моему, это утренний секс, обязательно. Я этого не говорил, я не знаю, откуда эта информация. А чего вы тут всего открещиваетесь? А потом, извините. Правда не говорил? Ой, какое счастье. А чего не говорил, Ларис? А потом чего? Нет, подождите. Нам по второму кругу они приходят и начинаются. Это не говорили, не говорили, а претензии как раз именно в этом. Вы, значит, ей кофе в постель, а она вам извести с утреца не может, как говорится это. То есть за кофе в постель утренний секс? Это не я говорю, милая. Это жизнь. А, понятно. Что это я придумала, что ли? Что еще меня назови сумасшедшей? Вообще пришел бездомный просто-напросто. Николай, ни двора нет. А утренний секс требует. А утренний секс? Ничего. Сегодня у нас день, шестой лунный день реализации задуманного и то, что человек хотел бы реализовать сегодня или завтра, вполне может реализоваться. Ты не в знаках на самом деле делай. Если нравятся друг другу, почему нет? Хорошо. Я вот правда до сих пор смотрю на вас и думаю, вот когда вас женщина, видите ли, по телевизору, или у нас такие души у русских, ну, любим пожалеть. Потому что вас хочется либо убить, либо, если вот быть очень добрым, пожалеть. Накормить. Накормить. Ну, Мария, ну нельзя же... Понять его надо, Ларис. Миленький, ну... И простить. Столько времени терпеть. Ну, это же какая-то любовь, да? Я думаю, что его поддержать вообще можно по жизни. А вы были знакомы с этой роковой? Да. Расскажите мне. Ну что, она прям была ослепительная, красавица? Ну, эффектная, очень эффектная девушка. Они с Марианом очень друг к другу подходили. Клёво. Едем в Магадан. Да. Да, но я не пойму-то. Магадан. Москва и Магадан. Ну, как вообще занесло его туда? У вас в Магадане бизнес? Что вы там забыли-то? Нет, в Магадане меня привезли, когда я был совсем маленький. Мои родители уехали на заработок. А, вот в чём дело. Ну, ясно, хорошо. Мариян, сегодня чувствуете в себе силы вообще на новую любовь? Забыть вот всё старое, да? Только так, а больше никак. Ну, хорошо, поработали над ошибками. Обязательно приняли как всего. Ты думаешь, Василис, будет идентичная ситуация, появится какая-нибудь красотка, задорит голову. И мне кажется, по тому же, собственно, сценарию Мариану будет проживать дальше. Абсолютно уверена, что нет. Мариан всё-таки не из тех, кто любит пострадать. Он из тех мужчин, кто любит показать себя во всём блеске, показать своё достоинство, быть таким патриархом. Я бы даже сказала, что у вас стремление установить в семье патриархат больше, чем это нужно было бы для сегодняшнего времени. И вот, вероятно, девушка не признавала и не признавала его величия, а он всё делал и делал для неё, или на что-то закрывал глаза, чтобы самому себе доказать. Вот сейчас я понимаю, что ваше соединение Солнца с Сатурном во льве в первом доме, такая печать и визитная карточка человека, всё-таки способна себе найти девушку помягче, ту, которая будет в тени. И с этим человеком он вполне может успокоиться. Ларис, я уверена, что сегодня мы не просто так собрались и страдать мне история не повторится. Ну а то, что в 35 лет у него ни кола, ни двора, но если он вляпался. Ну что? Ну это жизнь. Значит, вот ему такой урок понадобился в жизни, чтобы в следующий раз всё было хорошо. Я бы, конечно, вас пристроила бы в хорошие руки взрослой женщине, у которого либо статус, возможности, либо денег, либо денежки есть, чтобы как-то вас поддержать, чтобы побыстрее у вас это дело пошло. Ну а вы в качестве благодарности молодость вон свою предоставите, детей чужих хорошо воспитываете, тоже неплохо. Ну а тут сегодня как бог даст. Смотрю, вроде молодых вы любите. Ну попробуйте сегодня поторговаться. Может, уговорю кого-нибудь помоложе. Марьян, я не думаю, что моё мнение изменилось с прошлой программы. Я не помню, что я вам говорила. Я не помню. Ну, конечно. Я думаю, проблема в вас, конечно. Вы не так прост, как хотите нам показаться. Я думаю, что вы той девушке нервов тоже помотали. И то, что вы не женились, я думаю, она вам просто отомстила. Мне кажется, люди в Магадане уже рождаются с жёсткими, которые выживают. Вот она и выжила за ваш счёт. Возразить можно. Поэтому теперь будем искать мягкую, Ларис, всё-таки. Ту, которая признает его решение как первое и последнее, потому что иную женщину рядом вы не потерпите. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии «Мариан». Идите, встречайте первую невесту. Привет, Мариан. Меня зовут Юля. Я мечтала с тобой познакомиться. Очень приятно. Спасибо. Ты моя мечта. Часына, ты моя мечта. Здравствуйте. С кем вы? Я со своей подругой Натальей. Очень приятно. Спасибо, очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Юлия, 21 год. Студентка 4-го курса Волгоградского университета. Подрабатывает промоутером в рекламной кампании. Гордится тем, что сама может поменять смеситель, прибить полку и поклеить обои. Предупреждает о том, что часто говорит ерунду и задает глупые вопросы. Юлия призналась парню в любви и полгода ждала от него встречного шага. А когда возлюбленный обратил на нее внимание, разочаровалась в нем. Надеется, что Мариан окажется ее идеальным мужчиной. Вы приехали из Волгограда специально бороться за Мариана. Да. А что вы, такая юная, красивая девушка, нашли в этом замученном жизнью лысым дядьке? Ну, почему сразу замученный? Ну, я считаю, что возраст не имеет какого-либо... Хорошо. Что вас в нем так покорило? Именно его доброта, просто прости девушке измену, на самом деле, не один человек. Ну, прости девушке измену, это еще не доброта. Это слепость, скорее всего. Ну, вы практически влюблены, вас просто тянет к этому мужчине? Ну, можно сказать, что да. Удивительно, удивительно. Мне также удивительно. Вы невинны, у вас нет никакого любовного опыта. Ну, если есть, что рассказать? Расскажите. Ну, есть. То есть, я любила действительно человека очень сильно. Мы с ним познакомились в университете. Ну, и потом я влюбилась, вот, и спустя какое-то время, то есть, я ему сама в этом призналась. Просто Татьяна Ларина. На что он мне просто ответил, не устраивай мне этот цирк. Ну, она размечталась. Размечталась. И призналась в любви, думала, что он тоже, что это взаимно. Ну, хорошо. А второй мальчик? Ну, еще, да, был мальчик. То есть, мы вышли погулять. Было достаточно холодно. И мне просто нужно было в магазин. Я его попросила подождать меня. Там буквально была пара минут, минуты две. То есть, это недолго было. Я вышла из магазина, и просто никого не было. Я присидела на лавочке, наверное, минут где-то пятнадцать. Я ему звонила. Телефон был недоступен. Вот. Ну, потом я просто... Я не знала, где человек, что с ним. То есть, бросил он меня. Может, там... Бандиты утащили его и разделались с ним. Конечно. Бедный мальчик. Нет, ну, она такая еще. Маленькая еще. Начала уходить, и просто тут бац, Юль, я пошутил. Вот. Потом он просто начал меня пихать, толкать, говорить... А где был-то он? Прятался. Вкуса. А-а-а. Ну, может, что, приспичило. Как говорится. Вот дети. Потом он начал меня просто пихать, толкать, говорить, стой, остановись, давай поговорим. Там хватал меня за руки, вот, останавливал. Вот. Ну, и в общем... Я была недавно в Волгограде. Там очень сильный ветер. Может быть, ему мозги выдуло, и не только ему. Я правда думаю, ну, почему же один дурнее другого? Наверное, связано с климатом. По-другому я... Ну, вы-то, наверное, носите шапочку, у вас же еще что-то. Конечно. Не все там, да? С мамой и папой живете? Да. С мамой и папой. А еще есть братики-сестрички? Я одна в семье. Ясно. А родители чем занимаются? Папа у меня экономист, а мама врач. Хорошая девочка в воспитали. Они знают, что вы поехали к Лысому-то? Конечно, знают. И что сказали? Ну, отпустили. Вы первый раз в Москве, нет? Да, первый раз. Господи, вы видели что-нибудь уже? Ну, так, пока дошли с гостиницы до Останкина. Приехали покорять Москву и мужчин? Мужчин, в первую очередь, чем Москву. Ну, это еще не факт. А если Мариан выберет вас, вы захотите здесь жить или захотите, чтобы Мариан поехал к вам? Ну, мне это не принципиально. То есть, если Мариан захочет, чтобы переехала я, я могу переехать, но мне нужно университет, то есть, закончить это, конечно же. Если Мариан захочет жить в Волгограде, то почему бы и нет? А вы готовы бросить ради Мариана университет и уехать в другую страну, например? А зачем-то она университет должна бросать? А в какую другую страну? В Шри-Ланку? Ну, например. Если Мариан на следующий год захочет такое сделать. А что он там забыл в Шри-Ланке? У него на московскую квартиру деньги. У него чайный бизнес? Ну, он хотел бы открыть, да, это пока еще такая мысль. Как я прямо все вижу. Ну и что, поеду? В Шри-Ланку эту? Бросите университет? Мамочку как зовут? Юль. Давай, Ларина. Маму, как зовут? Наташа. Наташа, конечно же, вы сейчас нас видите, дорогая моя. Просто покупайте наручники, привязывайте к батарее, хорошо? Хорошо, университет пусть закончит, диплом вам принесет, а потом посмотрим, хорошо? Да, конечно, пускай учится. Потом еще раз приедет. Прошу замуж. Потом еще раз приедет. Да, приедет уже другой жених, будет. Я сделаю все, чтобы Мариан к ней не зашел. Ты посмотри, как она смотрит на него. Ужас. Что у вас таких нет, которым ветер вздул все с головы? И с головы? Нет. Есть, но Мариан мне понравился больше всего. Правда? Правда. Пришла, увидела, влюбилась. Представь. А вы что скажете-то? Солнце мое, покажите лучше сюрприз. Не бросайте вообще. Пожалуйста, университет, покажите мне сюрприз, мне, моей девочке. В общем, он мне посоветовал не бросать университет. Все с тобой хорошо, дорогая, учись в Волгограде. А я тут пока еще невеста у тебя. Я думаю, нас подарили друг другу. И в самое подходящее время мы до боли заждались друг друга. У нас было слишком много прошлого и совершенно никакого будущего. Да мы и не хотели его. Надеялись на него, наверное. Иногда. Может быть, ночами, когда жизнь истаивает росой и уносит тебя по ту сторону реальности к неопознанным морям забытых сновидений. Я счастлива, потому что у меня есть ты, непостижимый подарок жизни. Я способна на то, но что прежде не была способна. Я способна на любовь. Я, в сущности, на любовь не способна. Я способна любить. Только тебя. И это куда больше. Ну так нельзя. И как это вообще можно? Она опять признается в любви мужчине. Так, идите в свою комнату, я еще зайду. Вау. Тихо, давай послушаем. Рассказывайте впечатления, да. Девочка абсолютно положительная, очень милая. И на самом деле у нее будет все в порядке, хорошо. Но я думаю, что ей просто нужно сейчас какой-то жизненный опыт все-таки поднять. Потому что Марик уже тяжеловец, скажем так, да. Ну, не смогут, мне кажется, они быть вместе. Мне кажется, да. Девочка абсолютно замечательная. По поводу университета это просто был вопрос. Конечно, никакой университет ей бросать не надо. Ей надо дальше идти. И знаете, она найдет, да, действительно, она найдет свою судьбу. И Марьян не для нее, и она не для него. Это естественно. Блин, она мне все равно нравится. Очень нравится. Да. Люблена. Да. Наваждение у девчонки влюбилась в экранный образ. Так было? Секунду. Я реально завидую тому молодому человеку, который будет на моем месте. Реально. Хотя он мог бы ее сделать счастливой. Правда? А давайте поговорим об этом. Каким образом? Вы знаете, Марьян, есть такое хорошее выражение, это железный кулак в бархатной перчатке. Может быть, он выглядит со стороны таким жестким, с нобом, скептиком. На самом деле у него действительно ранимая душа. Если к нему развернуться, если действительно, вот как он сказал, девушка растопит его сердце, он отдаст действительно все. Она может не растопить? Нет. По-моему, ты уже растопила его сердце. Глядя в его глаза. Да, она одними глазами, она уже может растопить. Марьян. Да. Могли бы взять на себя 14 лет разницы? У нее не было никакого опыта. Могли бы взять на себя такую ответственность? 14 лет разницы. Могли бы взять на себя такую ответственность? У меня смешанные чувства в данный момент. Я не знаю. Вы понимаете, что будет непросто, но вы понимаете, что это вам Господь, я не знаю, за какие ваши муки, дает шанс начать не просто жизнь сначала, а начать жизнь вот с такой чистоты. Я молил Господа Бога за такое. Вы молили? Да. Вы клянетесь? Я молил Бога, да. Я хочу начать все с чистого листа. Ну хорошо, у вас есть время переживать эти впечатления, но впереди у нас еще две невесты. Марьян. Я готов. Хорошо? Роза. А я Юленьку вот с родителями свяжусь, если что, только через ЗАГС, милая, только через это. Все проверки вот по поводу там утреннего этого самого скотита только через ЗАГС. Вот штамп увидим, тогда пожалуйста. А так не нет. Ой, как мне грустно, мне хочется плакать. Я вам клянусь, за четыре года у меня никогда не было такого чувства. Боже мой, ну кто мне это Юля? Ну приехала она из Волгограда. Какого мне? Ну уедет она, ну она не моя дочка. Ну почему мне так сердце защемило, почему мне так плохо, я не могу объяснить. Ты расстроилась или ты расстроилась? Я расстроилась. Я какая действительно, если это все то есть серьезно, вот то есть разница вот это в возрасте, ну почему на нее нужно смотреть? Юлька, я к тебе, птица моя рысь, так меня называл один возлюбленный. Ну что моя девочка, снимай очки, видишь же меня хорошо. Конечно. Вот просто мне скажи, ну вот маме не все скажешь. Скажи, что? Что с тобой сейчас происходит? Что происходит в твоей душе? Я ведь не против. И потом, какое я имею право? Кто я такая? Пойдет туда, куда захочет. И ты выйдешь с ним. Нет, просто если там дело какое-то в том, что у меня нету высшего образования, то есть это дело, то есть я получу это все. Да дело не в этом. Не ты его не достоин. У тебя может вообще не быть никакого образования. Он тебя не достоин, я так думаю. Он старше, он битый. Ну, тем более раз он битый, значит уже есть какой-то опыт, то что потом, ну, по крайней мере мне больно, но наверняка он не сделает. В общем, хочешь, чтобы он к тебе зашел. Ну, мне нравится человек. Очень нравится, да? Ну, хорошо. В конце концов, ты должна будешь проживать свою жизнь. Все равно ты должна пройти через разочарование, через все-все-все. Через трудности. Да, через трудности. Я тебе хочу это колечко надеть сейчас. Пусть оно будет всегда с тобой. Что бы ни произошло, хорошо? Вот что бы ни произошло. Спасибо. Поэтому... Спасибо огромное. Хорошо. Вот когда тебе будет плохо, вот пусть вот это будет слезинка твоя, единственная, не на твоем лице. Спасибо. Посмотрим. Давай, держись. Обработали, девочки, да? Ну, что я, похожа на такую дрянь, что ли? Как я могу обрабатывать? Такие, как вы, обрабатывают обычно. Ни в коем случае. Не надо обобщать, прошу. Не настраивайте меня против себя. Давайте немножко успокоимся. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Мариан. Идите, знакомьтесь со второй невестой. Удачи. Привет, Мариан. Ты ждал меня? Возможно. Она ему чем-то подходит, а вот чем-то она немножко не подойдет. Здравствуйте. А здравствуйте, Анечка, с кем вы? Я с мамой. Наталья Григорьевна. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Анна 27 лет. Стилист-визажист в крупной косметической компании. Мечтает занять руководящую должность. Всегда борется за правду. Часто от этого страдает. Считает себя гиперактивной женщиной и ищет мужчину себе подстать. Первый возлюбленный изменил Анне с ее лучшей подругой. Второй сбежал от нее в другой город. Третий уже год ей не звонит. Надеется, с Марианом она не потратит время зря. Не потрачу зря. А вы прям такая правдолюбка, да? Вам 27 лет? Да. Вы не прошли, у вас не было комсомольского прошлого. Вы не были там председателем совета дружины. Откуда вдруг это? Ну, может быть, я из другого мира. В прошлой жизни. Нет, четыре планеты в огне в гороскопе. Поэтому всегда хочется бороться за правду и все, честно сказать, что думаешь. А что это вам так с мужчинами не повезло? То убегал от вас, то куда-то прятался. Расскажите. Ну, парень, работал в МЧС, учился еще при этом. Здесь в Москве он находился. И он мне говорит, вот ты знаешь, было бы хорошо, чтобы ты ко мне в Сыктывкар поехала, посмотрела, как я живу и все такое. Я говорю, замечательно, почему бы и нет. Он говорит, только надо решить вопросы с работы и все как бы. Ну вот он уехал, мы созванивались, переписывались. И потом мне сказал, я уже на чемоданах, все, чемодан специально купила. У меня же Сыктывкар, на далекую страну, город. А он говорит, ты знаешь, вот не получается одно, другое, пятое, десятое. И я говорю, ну, в общем, не будем друг другу мы там рассказывать сказки. Нет, нет, все. И положила трубку. Ну, правда, через год поздравил меня с днем рождения. Анна, а вот вы же стилист-визажист, да? Да. А мечтаете о руководящей должности? Вы хотите состояться в карьере или все-таки выйти замуж, там, допустим, через пять лет двоих детей иметь? Я очень хочу выйти замуж. Нет, а что приоритетнее для вас? Приоритетнее выйти замуж и, конечно же, родить детей. Ему нужно молодое, цветущее создание. Она молода, но... Отцвела. Отцвела. А у вас еще есть дети? Нет, она у меня одна. Любименькая. А видно, что одна, и что любимая, и что не пуганная. А папа есть? Нет, я ее вырастила без папы. Без папы? Без папы вырастила, да. Я одна ее растила, учила ее всегда правде, поэтому она... Вот и комсомол, а. Я ее... Да. Из-за правды. Так воспитала ее в таком духе. Скажите, а какого счастья хотите для нее? Вот какого? Вот для нее должен быть мужчина, мужчина, и не такой, чтобы куда его пнули, там и упал. Чтобы вместе они как-то решали все вопросы, и не только она одна или он один. А вы его пинать чем будете? Нет, это она его будет пинать. Я не забирала. Ну, чем она его пинать будет? Морально. Пинать. Ну, блин, зачем физически? Можно морально так запинать, что мужчина говорит, да, я слабый. Могу иногда. А зачем? Это же ужасно. Да, смысл. А мужчина такой вот рядом. Если он не выдерживает проверки, все. А вы понимаете, что с разными женщинами один и тот же мужчина ведет себя по-разному? Вот от одной бойко и уходит к другой слабый, и вдруг у него какой-то фарт идет по карьере, вдруг он как-то расцветает. А с другой женщины мужчина начинает чахнуть, превращается в какого-то злобного урода. Все очень по-разному. А чашечку кофе с утра как? А он вам это? Ну, супер. Утренний. Я только за. И вечерний, и дневной. А вы утром во сколько встаете, кстати? Ну, в 7-8 по-разному. А вы? Смотря какой день. А какой день? Ну, какой день. С выходной. А зачем просыпаться? Не смотря зачем просыпаться. Если заслать, то можно и в 6 утра. Мне кажется, он вообще в думах о первой, о Юле. Он, да, он как загрузился вот с первой невестой. Девочки, дорогие мои, я вам желаю, правда, счастья. Но вы немножко должны про мужчин что-то или почитать, или посмотреть, или с подружками пообщаться. Потому что представлений у вас еще меньше, чем у предыдущей невесты, у Юлечки. Почему? И чего это вы про... А я не знаю, потому что папки не было рядом, потому что не было никакого опыта общения, наверное. Братьев тоже. Покажите то, что вы приготовили. Первую мы вычеркиваем, потому что очень молодая. Знаешь, в чем минус у второй? В чем? Потому что он на нее не так смотрит. И, ну, извини, то, что говорю, и мама очень старая. Я думаю, что мы любим покушать. Отлично вообще было бы, просто супер. Так выглядит ее мама на кухне обычно. Поухаживаем друг за другом. А то. Какие мы молодцы. Практически семья уже. Так, ну, прошу. Столу. Полочками умеем кушать? А то. Да. Так. Сейчас. Это, между прочим, я сама готовила. То есть. Так. Да. Можно по кусочку. По кусочку? А как же его тогда кусать? Ну, давайте, покусаем. Так, ну что ж, держим? Держим. Ничего, что упало все в руку. А я могу дать. Давайте. Молодец. Еще и не брезгливая. Ну, как сынулечку обтерла. Уборка. Еще, короче, платье одела. Девочка в разнос пошла. Спасибо большое. Спасибо. Проходите с мамой в свою комнату. Спасибо. Анна и Николай, что скажете? Я так понял, что человек очень уже хороший жизненный опыт. Марик точно, я уверен, с ней не соскучится. Но есть один маленький нюанс. Мужчина бывает приходит с работы и хочет просто тишины, просто отдохнуть. Боюсь, с этим может возникнуть некоторая проблема. Анна? Ну, мне кажется, нет. Это не Марико вариант, потому что все-таки более утонченная, более тонкая девушка ему нужна рядом. А как вам, Анна? Живая. Живая, веселая, интересная девушка. Ну, а то жених-то наш. Ну, видишь, друзьям не понравилось. Ну, друзьям. Друзьям жить или жениху со мной жить? Мне очень понравилась Анна. Непуганная, в любви взрослая, для себя рожденная на радость. Вот она такая на радость. Очень не хочется, чтобы попался какой-то проходимец. Очень не хочется, чтобы кто-то ее исковеркал. Вот такой у нее и цвет платья желтый, вот такой солнечный. Она все абсолютно солнечное создание. Опыта у нее никакого нет. У нее опыта нет никакого. И мама такая приятная, которая хочет для нее, хочет. Ну, есть надежда, что сегодня много людей смотрит нас. И я думаю, она свое счастье найдет. А я вот Аннушке завидую. И завидую почему? Потому что вот проста, умеет любить, просто, открыто, без заморочек. Помнишь фильм «Любовь и голуби», когда она там «Лютк, а Лютк, корм-то дала? Ах, говорит, ты паразит проклятый!» Вот, вы знаете, а это верно. И поругает за дело так, что, в общем-то, за душу возьмет и пожалеет одновременно. Не каждый способен, поэтому, может, не нужно вам заморочек. Смотри на лицо, Марьяна. Посмотри. Что с ним? А что с ним? Ну, не нравится Анна. Этот тип не его. Не нравится ему, Анна. Что ты сейчас будешь распинаться? Ой, ну да. Василиса? Чудесная девушка, не признающая никаких полутонов. Огонь в чистом выражении. Либо белый, либо черный. Отсюда и правдолюбие на работе в любой ситуации. И, к сожалению, такие женщины, бывает, заблуждаются, налетают на мужа с обвинениями. Потом искренне раскаиваются и выпрашивают прощения. Но все это действительно искренне. И это самое важное, пожалуй. Пускай подумает. Он и не зайдет сюда. Мам, да ты шо? Да шо вы проварите? Совсем скоро жениху предстоит третье свидание. После рекламы Смотрина продолжится. Оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Марьяну встретиться с третьей невестой. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Здравствуйте. Меня зовут Маша. Я Марьяна. Немного волнительно и приятно с тобой познакомиться. Взаимно. Слушай, а мне кажется, вот они хорошо смотрятся. Нет? Всегда удовольствием видеть вас на экране. Спасибо. Спасибо. И с подарками такая невеста. Скоро как в поле чудес будет. А что за панк такой? Это мой сын, Саша. Ой, какая прелесть. Здоровый, Саша. Здрасте. А эти две тилтики кто? Моя сестра Валерия и подруга Ольга. Очень приятно. Давайте вас посмотрим. Мария. 33 года. Мастер ногтевого сервиса. Упрямая, любит спорить и отстаивать свою позицию. Не терпит, когда мужчина оставляет крошки на кухне и мусорит в квартире. Не любит, когда ее будет по утрам. Рассталась с мужем из-за свекрови. Свекровь постоянно к ней придиралась. И однажды Маша выгнала ее из дома. Надеется, что с родственниками Мариана проблем не будет. Маша, что правда, вы прям такая спорщица? Да, ну нет, конечно. Раньше спорила. До потери пульса могла спорить. Но теперь я понимаю, что это не... Безрезультатно или устало просто? Я поняла, что это ни к чему хорошему просто не приводит. Это на самом деле так. Не любит спорщиков. Ну я так уже не спорю. А вот моя любимая тема про свекрови. Давайте-ка вернемся. Давно развелись? Пять лет назад. Ну вот прям... А дитю сколько? Дитю восемь. Да ладно? Больше всех жил, чтобы я сюда приехала. Мальчик мой. А смотри, как на меня смотрит. Хороший вкус воспитывает. Маш, и что, расскажите про свекровь. Вместе жили? Нет, она жила вообще в другом городе. Первые два раза, когда она приезжала, я старалась быть хорошей. Угождать. Проходите. Все вам пожалуйста. Что ей у вас не нравилось? Она конкретно претензий не предъявляла. Но когда она появлялась, муж менялся на глазах. Он мог не подойти, мог не обнять, мог не поцеловать. Ох, какая ревнивая, ох, какая собственница. Ну потому что мама приехала на полтора дня, он обнимал и обыцеловал маму свою. Нет, он вообще старался из дома уйти в этот момент. Он старался, чтобы я оставалась вместе с ней, там и с ребенком дома. А у него были дела. Машину помыть на работу. Ну что, она такая невыносимая была, если она не цеплялась, не придиралась. Ну она как-то настраивала его. Приглашаю ее там обедать в его отсутствие. Она говорит, я без него есть не буду. Он приходит, она говорит, меня не пригласили. А расскажите, как вы ее выгнали? Она приехала к нам в гости. Была пару дней, и начались будни, выходные прошли. Я взяла Сашу, и мы уехали с ним по делам. Потом заехали к моим родителям. Ближе к вечеру приехали домой. Она говорит, вы меня тут голодом заморили. За 4 дня похудела на 2 килограмма. Я говорю, ну я же вам все оставила. Почему вы не едите? Она говорит, я не буду есть вчерашние вещи. Я говорю, а как вы хотите? Она, у нас в семье принято каждый день варить первое. Я говорю, а у нас так не принято. И если, говорю, вам в нашей семье не нравится, говорю, по нашим правилам, то, пожалуйста, пешком по рельсам. На следующий день она уехала. Ну это просто пешком по рельсам. А как сын отреагировал на то, что вы вот так его матери сказали? Он не занимал вообще ничью сторону, но потом он всем друзьям рассказывал, что я выгнала его маму из дома. Ну вы выгнали ее? Ну это уже был какой-то по счету пресс 4 или 5, это было просто невыносимо. Ну мама на самом деле тиран, если все так, как и есть, так, как она рассказывает. Да не все равно что-то при ужасном. Любому не то было. В ней может быть что-то не то, раз маме так не понравилось. Мария, мне кажется, что вы с самого начала были настроены против отношений со свекровью. Точно нет. Так бывает? Точно нет. Я всегда ко всем с открытой пришла. Скажите, а вот смотрите, вот у вас сын растет. Вот когда-то он привезет в дом невестку. А потом вам эта невестка тоже скажет. Теть Маш, давай-ка пешком паримся. Вы умрете от разрыва сердца, потому что это такая воля, такая неблагодарность. Представляете? Ну, я, конечно, могу понять. Вы сразу вспомните все. Вот эти бессонные ночи, то, что вы одна без мужа воспитывали, что вам никто не помогал. Вы смотрите, сколько тебе щи готовить. Вот она сказала, а я не ем. У нас так не принес. Я сказала, ой, там Марь Степановна, правда, мы этот суп сами доедим, а я вам сейчас. А хотите лапшичку? Все равно даже, когда свекровь, там я ей высказывала, что-то, что мужчины вчерашние просто промолчало бы. И все. А тебе вот дядя Марик нравится? Очень. А чем? Он такой красивый. Это потому что у тебя петушок, да? А у него вот нет петушек. Маме очень нравится. А ты бы хотел, чтобы мама вошла замуж? Я бы очень хотела. Я ее уже как три года уговариваю сюда приехать. Маша, а вы с мужем общаетесь? Он помогает растить? Да. А с бабушкой ты стоишь, с свекрови? Да. Он приезжает к ней в гости. Когда мы приехали на площадь Кубишева в Самаре, вот, они встретились, и мама поздоровалась хорошо, а Люба сказала, привет. Вот так. Все мои шляпки. Ну, знаешь, тебе мой совет, Сань, ты эти взрослые дела-то забудь, не заморачивайся, они твои-то маленькой головки дела, взрослые разберутся сами, ты просто бабушку люби, а она тебя будет любить. Ладно? Да, ты приезжай. Мама, какой сюрприз приготовила? Красивый, наверное. Да, очень. Давай посмотрим. Я знаю, что у тебя есть мечта состариться, встретить свою старость на берегу моря. Представь, что ты сидишь на берегу моря. В этот момент я бы не отказалась оказаться рядом с тобой. И тебя, и меня сюда привело желание встретить человека, с которым можно в дальнейшем мечтать, строить жизнь и воплощать в реальность все задуманное. Это книга желаний. Все написанное в ней сбудется. Уверена, тебе есть, что сюда написать. Спасибо. Спасибо, Мария. Спасибо, Сашка. Ты такой классный. Я думаю, что мы продержимся еще сколько-то лет, и ты придешь к нам сюда на программу, и тебя женим. Проходите, ребят, в свою комнату. Я запрещала, что я все перемешала. Все перемешала. Маша, и все будет не так, как я. Все было отлично. Как вам Мария? Что-то в ней настораживает, взгляды, глаза, не знаю, что-то она не договаривает, мне кажется. Что-то есть такое, что... Характер не такой мягкий, не такой покладистый, какой нужен на самом деле Марику. Потому что свое «я» поставить может и Марик. В том-то и дело, что я теперь свое «я» уже не ставлю вперед. Девушка уже знает, что хочет в жизни, уже есть некий опыт за плечами. Это большой плюс. Интересно, но реально с характером. То есть видно прям железная охватка. С характером, я думаю, что поспорить даже... Так вы еще любите таких? Возможно. Мне кажется, она не просто с характером. Нормальный у нее характер. Характер умеет постоять за себя. В конце концов, ответственность за ребенка уже есть. Ну, то, что не знал, как с свекровью, лучшая тактика, в конце концов, могла бы и попредельствовать. Правильно, Лариса говорит, что не хотите этого супчика, давайте другой супчик. Роза, но иногда это не помогает. Ты понимаешь, иногда это не срабатывает. Ты ведь знаешь же, что свекрови некоторые могут отравить за жизнь. Могут, могут, Лариса, знаю. Может быть, смотри, это была такая же история. Хорошая кандидатура вообще, на самом деле. И ребеночек уже готовый. Тем более, у вас есть опыт воспитания. Да, женщина поймет, не старая еще второго ребенка, можно в 33, даже в 34 можно. Там второй ребеночек. Так что присмотреть, в общем-то. Мам, вот смотри, у меня к тебе вопрос. Вот, Марьян, он про тебя сказал все только хорошее, а то я не очень понял. Ну, он вообще-то понял, что я с характером и знаю, что хочу, и ему нравится. Да, ну, посмотри, Саша, он сидит довольный. Значит, все нравится. Гороскоп говорит, что она воинственная, активная, предприимчивая. Еще один овинг к нам пришел. Я думаю, что свекровь говорила слово, а она говорила 10 в ответ. Но, в конце концов, люди меняются и научаются преодолевать свою натуру. Мне кажется, что она сделала правильные выводы. И если бы не было в студии сына, я бы, наверное, судила ее более строго. Но ребенок производит впечатление, во-первых, любимого. Мама им занимается, это очевидно. А это уже очень много о женщине говорит. И ребенок произвел впечатление ни нервного, ни задерганного, как большая часть детей, без папы. Ни накрученного мамы. Ощущение покоя, гармонии, несмотря на то, что люди расстались, расстались давно. Поэтому я думаю, что все выводы сделаны совершенно истинные, правильные. И с хорошим заделом на будущее, ее обязательно нужно рассматривать. Кого рекомендуете? Я думаю, что комната номер один. Анна. Я тоже думаю, что эта девушка номер один, Юля. Просто чистый цветок, нераскрывшийся бутон. Как Марик хотел, чтобы сердце оттаяло и чтобы отдать ей все. Я думаю, что и Анна, и Мария могли бы вас сделать счастливым мужчиной. У них масса достоинств. Возможно. То есть все три претендентки, они достойные выбора. Мария, мне кажется, самый характер, который вам и подошел. Мне кажется, что он точно зайдет сюда. Вот я не сомневаюсь. Да, да, Саша, мы поддерживаем. Вот Мария, ребенок, вы уже имеете опыт. И по возрасту она вам подходит. И вы вначале сам вам заказывали то, что вам нужно. Возможно. Понравилась? Хорошая девушка. А Юлия первая? Безумно. А чего боитесь? То, что я так на вас напала в самом начале программы? И я думаю, что все это время, пока вы общались с Анной и с Марией, вам было на самом деле не до Анны, не до Марии. Правда? Вы же думали о Юлии. Я же наблюдала за вами. Все, может быть. Но страшно. Страшно, да? Большая ответственность. Большая ответственность. А вы как хотите? Просвистеть вот так вот по жизни? Опять с очередной какой-нибудь проходимкой? Да? Нет. Ну, еще одну квартиру построите. Будет третья. А чего боитесь больше всего во взаимоотношениях с Юлей? Какую ответственность? То, что я могу не оправдать ее. А вы оправдайте. А вы постарайтесь. Вы представляете, какая будет мама у ваших детей? Они будут в любви и в ласке. Это факт. Они будут в любви и в ласке. У вас будет и Юлечка, которой вы будете баловать, любите все для нее делать. Еще будут детки рождаться здоровые, со здоровой психикой. Я вам советую Юлию. Я не знаю, я не астролог, я ничего не разбираюсь. Там, что звезды, какой гороскоп подходит или не подходит. Я с ней общалась, я держала ее за руку. Вот она влюбилась в вас. Вот так бывает. Вот один раз в жизни так бывает. Я думаю, вы сделали свой выбор, и он правильный. Поэтому проходите к ней, мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4-4-ки. Александр, 22 года, номер 2278. Ведущий мероприятий, ходит в спортзал, обожает слушать музыку и играть в КВН. Мечтает заработать миллион. Ищет красивую девушку, которая сможет подстроиться под ритм его жизни. Александра, 23 года, номер 2279. Психолог. Имеет два высших образования. Гордится своей красотой и коммуникабельностью. Отдаст свое сердце высокому, обеспеченному брюнету, который не даст ей скучать. Мы не знаем, выйдет Мариан один или с избранницей. Я приглашаю всех. Давайте его поддержим. Выходите все из комнат. Молодцы, молодцы! Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Пойдем? Пойдем. Сегодня у нас есть пара. Мариан и Юлия. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте самой с именем героя на номер 4-4-ки. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженися. Все, счастья. Я лучшая на свете, я любовь всей его жизни. Пришла любовница моего бывшего, а я, значит, как сваха, давайте ее сватать. Роза, могу сказать честно, на всю страну у меня не было интимных отношений с вашим бывшим мужем. Она меня постаралась обоять. Правильно, сначала карманы ощупать. Я смотрю в глаза, поманю рукой, заберу ее с собой. Ой, ой.